Именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим в День Суда. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Аллаха, его посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, который был направлен, чтобы передать людям слово Аллаха и направить человечество на прямой путь. Когда к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, явился ангел Джабраиль, мир ему, с первыми пятью аятами и сказал ему «Читай». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Я не умею читать». Джабраиль, мир ему, прижал его к себе и повторил «Читай». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил что читать. После этого, охваченный дрожью и испуганный, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прибежал домой и сказал, заверните меня, укройте меня. И затем рассказал Хадидже, да будет доволен ею Аллах, о том, что с ним произошло. Хадидже, да будет доволен ею Аллах, стала первым человеком, который поддержал пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует и уверовал в его посланническую миссию. Женщины-мусульманки сделали и до сих пор делают огромный вклад в распространение ислама на земле. Всевышний Аллах повелевал мужчинам жить с ними в добре, обходиться с ними достойно. И поэтому мужчины должны быть с ними добродетелями. О Аллах, мы восхваляем Тебя и просим Тебя о помощи, направить нас на путь истины и счастья. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Та женщина, которая умрет, будучи беременной, будет в числе шахидов, то есть в числе людей, павших смертью на пути Аллаха. К посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришла одна женщина с сыном. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Беременные, рожающие, милосердные к детям женщины, если будут подчиняться мужу и выполнять молитву, то обязательно войдут в рай. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Разве не будет каждая из вас рада, когда забеременеет от мужа, и он будет ей доволен, тогда как ей за каждый день беременности будет записываться вознаграждение, постящегося днем и выстаивающего молитву ночью на пути Аллаха. А когда у нее начнутся схватки, даже обитатели небес, ангелы, и на земле не знают, что приготовил Аллах из сокровищниц в награду для нее. После родов же, за каждый глоток кормления из ее груди она получает награду. Когда ребенок плача не дает ей спать, ей записывается награда, как за освобождение на пути Аллаха семидесяти здоровых рабов. Вы знаете, каких женщин я имею в виду? Тех, которые живут в подчинении Аллаху, своим мужьям, тех, которые забывают о своих совершенных делах. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «Женщина в период беременности, и в период родов, и в период кормления младенца, как стоящий на пути Аллаха стражник, и если она умрет в этот период, то награда ей будет, как шахиду». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «Когда женщина беременеет, ей записывается вознаграждение, постящегося днем и молящегося ночами на пути Аллаха. А когда наступают схватки, никто из творений Аллаха не знает, какое число вознаграждения ждет ее за это. После того, как она родит и станет кормить ребенка, то за каждый глоток записывается награда, как будто она оживила мертвого. Когда она прекратит его кормить, ангел похлопает ее по плечам и скажет, «Продолжай зарабатывать награды». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «И если женщина-мусульманка, которой был доволен муж, умрет, то она войдет в рай». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «Кому будет дано четыре вещи, то это будет лучшим благом этого мира и мира вечного». Первое. Благородное сердце. Второе. Язык, занятый поминанием Аллаха. Третье. Терпеливое на бедствия тело. И четвертое. Супруга, не предающая мужа ни телом, ни его имуществом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «И если женщина ежедневно выполняет обязательные пять молитв, постится в месяц Рамадан, хранит себя от чужих мужчин, покорно своему мужу, тогда ей скажут, «Войди в рай через ту дверь, которую сама хочешь». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «Лучшие из ваших женщин — это целомудренные и покорные мужьям». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «Лучшие женщины — это те, глядя на которых радуешься, повелевая, к которым видишь послушание, которые в твоем отсутствии хранят себя и твое имущество». Сказав это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал 34 аят суры женщины. «Мужчины стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими и за то, что они расходуют из своего имущества». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «Под милостью Аллаха будет та женщина, которая станет на молитву ночью, разбудит своего мужа, и они вместе прочитают его и та женщина, которая, когда муж не просыпается, брезнет в его лицо водой». Однажды, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, находился среди сподвижников, к нему подошла астма, дочь Язида, и обратилась к нему. «Ты мне как отец и мать, и я пришла к тебе как представительница всех женщин, и я готова отдать за тебя свою душу. И все женщины от востока до запада согласятся с моим мнением, что Всевышний Аллах послал тебя с истиной ко всем мужчинам и женщинам. И мы уверовали в тебя и в твоего Господа, который послал тебя. Я одна из многих женщин, сидящих дома, которые выполняют ваши желания, носят наших детей. И вы, мужчины, ценнее нас в том, что можете посещать пятничную молитву, коллективную молитву, каждый год совершаете паломничество, участвовать в сборе на пути Аллаха. Мы же, когда вы уходите в хадж, поход, храним себя и ваше имущество, шьем ваши одежды и не можем участвовать в этих благих делах. О, посланник Аллаха! Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повернулся лицом к сподвижникам и спросил. Вы когда-нибудь слышали от женщины речь в вопросе религии прекраснее, чем это? Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повернулся к ней и сказал. Возвращайся и передай другим женщинам, что лучшей из вас будет та, которая спрашивает у мужа о том, чем он будет доволен, которая будет выполнять то, что он хочет соглашаться с его мнением. Выполнение всего этого будет равно тому вознаграждению, которое получает муж от тех деяний, в которых не может принимать участие жена. Услышав это, женщина повернулась и ушла, произнося от радости «Ля-Иляха-Илла-Лла» и «Аллаху-Акбар». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. И если женщина, происходящая из хорошей семьи и обладающая красотой, после смерти мужа не выйдет замуж, не будет развлекаться и не будет украшаться, а будет воспитывать детей до их совершеннолетия или пока не умрет, то она будет в раю со мной на одной степени. Однажды один человек сказал «О посланник Аллаха! Моя жена, когда я захожу к ней, говорит «Добро пожаловать, мой господин!» и господин обитателей этого дома, когда она видит меня опечаленным, то говорит «Пусть тебя не печалит этот мир, тебе будет достаточно вечного мира!» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Передай ей, что она одна из служащих Аллаха, и ей за это записывается половина награды «Война на пути Аллаха!» Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказала «Однажды ко мне пришла одна очень бедная женщина с двумя дочерьми на руках и попросила поесть, я каждой из них дала по финику, когда женщина собралась положить свой финик в рот, и дети попросили у нее этот финик, она разделила его пополам и отдала дочерям, «Это меня очень восхитило, и я рассказала об этом посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует», на что он сказал «Воистину, за это Всевышний Аллах обязательно ведет ее в рай и освободит от ада». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Те женщины, которые войдут в рай, за те благодеяния, которые они совершили на земле, будут превосходнее и красивее Гурии». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Каждый раз, когда в этом мире женщина причиняет страдания своему мужу, и его жена из Чеслагурии говорит «Не мучай его, да разразит тебя Аллах, он ведь только твой гость, который уже скоро покинет тебя и отправится к нам». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует, сказал «Праведная жена лучше тысячи несовершающих благодеяния мужчин». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Этот мир приходящ, и лучшее, что можно получить в пользование в нем, — это праведная жена». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Лучшие женщины моей общины те, Те, которые приветливы к своим мужьям и не просят большое приданное. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Лучши из ваших жен являются те, которые рожают детей, милосердны и твердо верят в Аллаха. Худшими из ваших жен являются те, которые ходят полураздетые и высокомерные. Лицемерки никогда не войдут в рай». Самых достойных женщин будет так же мало, как и белых ворон. Однажды к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришел один человек и спросил, «О, посланник Аллаха, к какому из людей я должен относиться лучше всего?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «К матери». Человек снова спросил, «А затем к кому?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «К матери». Человек еще раз спросил, «А затем к кому?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «К отцу». Ибн Умар рассказал После некоторых сражений находились тела убитых женщин и детей Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил убивать женщин и детей Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Преимущество женщин над мужчинами в том, что они чувственнее в наслаждениях В 99 раз чувственнее мужчин Но Всевышний Аллах сделал их стеснительными в этом Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Рожающая чернокожая женщина лучше, чем нерожающая красавица Когда увеличатся ваши общины, даже тот ребенок, который умер недоношенным, придет к дверям рая И ему скажут Войди в рай Он скажет О мой Господь, а как же мои родители? И будет сказано ему Войдите в рай ты и твои родители Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Женщины этого мира превосходят гурий в 70 тысяч раз Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Кто поцелует глаза своей матери, это будет для него преградой от ада Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Кто настраивает жену против мужа, а раба против хозяина, тот не из нас Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Когда ты с радостью смотришь на сына, то это записывается тебе как благо А когда ты смотришь с радостью на дочь, это записывается тебе как награда Начинайте с дочерей, ибо Всевышний Аллах особенно милостив к ним Субтитры создавал DimaTorzok